Дело, о котором мы сегодня поговорим, могло бы стать идеальным преступлением. И ведь виновным вполне всё могло сойти с рук, если бы не одно «но» в этой истории. 18 июня 2004 года, ранним утром, когда ещё даже не взошло солнце, автомобилист, ехавший по сельской дороге в округе Бернетт, штат Техас, заметил нечто странное впереди. Это был большой, яркий источник света. Конечно, во тьме, которая ещё была на улице, этот яркий источник света не мог остаться незамеченным. Подъехав немного поближе, водитель мгновенно осознал, что перед ним. Источником того самого яркого света был горящий автомобиль за пределами дороги, в овраге. Конечно, в эту же минуту случайный свидетель позвонил в 911. Когда полицейские и пожарные прибыли к месту автокатастрофы, многие обратили внимание на то, насколько невероятно сильно горел автомобиль после аварии. К тому времени, когда пламя было потушено, от автомобиля не осталось почти ничего, кроме рамы. Шины сгорели, а части колёс, сделанные из алюминиевого сплава, практически полностью расплавились. Повреждения от огня были настолько сильны, что нельзя даже было сказать, какого цвета изначально был автомобиль. Хотя внешний вид автомобиля уже немного озадачивал. Это было ничто по сравнению с тем, что было найдено внутри. А найдено внутри было человеческое тело, точнее то, что от него осталось после этого сильнейшего пожара. Ведь огонь бушевал так сильно, что всё, почему можно было опознать тело, было уничтожено. И это неудивительно, ведь то, что осталось от тела, весило всего 6 килограмм. Однако при этом внутри всё же было найдено кое-что ещё, что было ценно для полиции. В частности, это были остатки обуви, а именно металлические набойки, а также серебряная цепочка и металлическая булавка, на которой было написано Харли Дэвидсон. После же детального осмотра автомобиля полицейским всё же удалось установить, что это был Шевроле Кавальер 1999 года выпуска и что он принадлежал молодой женатой паре, 21-летней Молли и 24-летнему Клею Дэниэльсу. Конечно, на этом этапе было важно узнать, что с хозяевами этого авто. Молли и Клей Дэниэльс проживали в маленьком городке Леандр, примерно в получасе езды от того места, где было найдено их сгоревшее авто. Приехав к ним домой, полицейские обнаружили Молли, которая была очень расстроена. А расстроена она была тем, что её муж, Клей, куда-то пропал. Со слов Молли, вчера вечером Клей поехал к дому своей матери, но так и не вернулся домой к утру следующего дня. При этом Клей знал, что Молли нужна будет машина утром, так как на ней она должна была поехать на работу. Клей же, на данный момент, не имел работы и уже по традиции, пока Молли была на работе, он должен был следить за их детьми, годовалой дочкой и четырёхлетним сыном. То, что в итоге Клей не приехал к тому моменту, когда должен был, явно говорило о том, что с ним что-то случилось. Всё это заставляло полицейских полагать, что человеческие останки, найденные в сгоревшей машине, принадлежали никому иному, кроме как пропавшему Клейу Дэниэльсу, хозяину этой машины. То, что осталось от тела, было направлено в лабораторию для анализа и там пришли к выводу, что вероятнее всего это остатки тела мужчины. Помимо этого, Молли показали те вещи, что были найдены внутри авто, а именно серебряную цепочку и булавку. Женщина опознала эти вещи как вещи, принадлежавшие её мужу, Клею. При этом, если принадлежность цепочки и могла вызывать сомнения, то булавка бесспорно принадлежала Клею. По профессии он был автомехаником, он часто возился с разного рода мопедами и мотоциклами. При этом он был большим фанатом именно мотоциклов Харли Дэвидсон. Настолько большим, что даже назвал свою дочь Харли. На булавке же, как было сказано ранее, как раз было написано Харли Дэвидсон. Её Клей носил на своей бейсболке. Таким образом, личность тела, найденная во взгоревшем автомобиле, была установлена. Это был Клей Дэниэльс. Предполагалось, что он заснул за рулём и съехал во враг. Там машина загорелась. Так и произошёл этот несчастный случай. Вскоре после идентификации тела состоялись похороны Клея. Они были весьма нестандартны. Вместо классической похоронной музыки, на похоронах играла любимая музыка Клея – рок-н-ролл. А видное место на похоронах занимал мотоцикл погибшего. При этом все вокруг понимали, как тяжело его вдове – Молли. Ведь теперь, всего в 21 год, она осталась матерью-одиночкой с двумя детьми. И при этом, она теперь должна была выплачивать ипотеку за дом, который не так давно приобрела пара. Окружающие понимали это и изо всех сил пытались помочь молодой вдове. Её коллеги по работе собрали ей суммарно более тысячи долларов. Родные также оказывали ей всевозможную поддержку. И даже до этого абсолютно незнакомые люди также помогали Молли. Например, одна женщина по имени Дженна прочла об этой трагедии в газете. Дженна предложила Молли сидеть с её детьми, пока Молли на работе за плату всего в 100 долларов в неделю. Вся эта поддержка была очень трогательным моментом в этой истории. А тем временем для полиции это дело приобретало совершенно другой оборот. В ходе расследования причин пожара, полицейские стали подозревать, что это с большой долей вероятности мог быть не несчастный случай, как считалось изначально. Исследуя место происшествия, полицейские стали замечать вещи, которые были несовместимы с их первоначальной теорией. Например, на месте дороги, с которого машина съехала во враг, не было обнаружено следов заноса. То есть водитель либо не успел, либо не пытался тормозить. Также на автомобиле не было каких-то вмятин или следов от ударов. А ведь это было бы характерно для случайного съезда во враг. Ну и самое главное, что заставляло полицейских недоумевать. Была видна чёткая дорожка, по которой двигалась машина после того, как съехала во враг. При этом, несмотря на большие перепады высот и ямы на этой дорожке, следы автомобиля были непрерывны. Это говорило о том, что либо автомобиль двигался с очень маленькой скоростью, либо что тоже было не исключено. Его просто кто-то столкнул во враг. Теперь же, главным вопросом был сам пожар. Из-за чего он возник? Так вот, как уже было сказано, пожар был очень сильным. Однако пожарный инспектор исключил все возможные случайные способы возгорания. Топливная система, аккумулятор, система пуска двигателя. Всё это было исключено, как источник пожара. Тогда что стало причиной? Когда остатки автомобиля были проанализированы в лаборатории, то на них были найдены следы от жидкости для розжига угля. С учётом этого открытия, ситуация полностью поменялась. Теперь речь шла не о несчастном случае, а о полноценном расследовании убийства. Теперь, полагая, что Клей Дэниэль стал жертвой убийства, перед полицейскими вставал логичный вопрос. Кто хотел смерти этого человека? И как оказалось, врагов у Клея было огромное множество. Например, родные его жены, Молли, были не в восторге от их отношений. Мужчина часто был без работы, и родные Молли были уверены, что она легко может найти себе пару получше. Кроме того, сам Клей имел весьма вспыльчивый характер. Для того, чтобы начать ссору или даже драку с кем-то, ему не нужно было весомого повода. Это подтверждалось тем, что даже лучший друг Клея, когда ему необходимо было произнести речь на похоронах, признал, что Клей был не очень хорошим человеком. Однако всё это было только вершиной айсберга и меркло на фоне главного секрета Клея, о котором многие не знали. Как оказалось, когда Клею было 16 лет, он изнасиловал свою семилетнюю двоюродную сестру. Об этом преступлении стало известно только спустя несколько лет, в мае 2002 года. Однако к шоку родителей жертвы, Клей практически избежал наказания. Ему вынесли довольно мягкий приговор – 10 лет, но условно. Это означало, что он остался на свободе, но суд обязал его отмечаться у офицера по надзору за условными наказаниями. Однако, как выяснили полицейские, в 2004 году Клей нарушил условия сделки с судом. Он пропустил несколько встреч с офицером по надзору. Это означало, что теперь его условное наказание вполне могло стать реальным. Однако опять же, Клей легко отделался. Его условное наказание оставили в силе, при этом присудив ему дополнительно 30 дней тюрьмы. Это также означало, что его внесут в список сексуальных преступников. Но это безусловно ничто перед 10 годами тюрьмы, которые мог бы получить мужчина. Такое мягкое наказание в очередной раз повергло в шок родителей жертвы Клея, особенно ее отца. Отец жертвы резко высказывался о Клее. Конкретнее говоря, отец изнасилованной девочки говорил, что таких людей как Клей не должно существовать на Земле. Отбывать свое 30-дневное заключение Клей должен был начать 24 июня, а 18 июня он был найден мертвым в сгоревшем автомобиле. Это, конечно, было подозрительно, но еще более подозрительным было нечто другое. Разговаривая со знакомыми вдовы погибшего, Молли, полицейские начали получать странные сигналы. Конечно, друзья Молли хотели, чтобы она оправилась от этой трагедии, но то, как быстро она это сделала, удивило всех. Начали ходить слухи о том, что всего через месяц после похорон мужа у Молли появился парень. Соседи говорили, что несколько раз видели в доме Молли темноволосого мужчину, а ее коллеги замечали, что несколько раз, вероятно, этот же мужчина, забирал Молли с работы на машине. Когда знакомые задавали Молли вопросы об этом мужчине, она либо отрицала, что он вообще существует, либо говорила, что это просто ее друг. Однако женщина, которая сидела с детьми Молли, Джена, знала несколько больше, ведь четырехлетний сын Молли много говорил с ней о новом друге матери, Джейке, о том, как ему весело с ним. А однажды, когда Джена и Молли не могли завести машину у дома Молли, из дома последней вышел мужчина в одних шортах и помог им с машиной. Тогда для Джены стало очевидно, что Джейк – это не просто друг семьи, как говорила Молли. В конце концов, Молли призналась в новых отношениях нескольким людям. Да, у нее появился парень, мужчина по имени Джейкоб Грег. Молли умалчивала о том, когда они познакомились, однако многие задавались вопросом, может эти отношения начались еще до смерти ее мужа, Клея. Это было интересно еще и потому, что к этому моменту стала известна еще одна вещь о Молли. А точнее, недавно на погибшего Клея был оформлен полис страхования жизни, и именно Молли была в нем бенефицаром. В частности, после смерти мужа она должна была получить выплату в 110 тысяч долларов. Но это еще не все. Далее в этом деле произошло нечто шокирующее. В ноябре 2004 года, через пять месяцев после того, как было найдено тело, пришли результаты ДНК-теста. Результат показал, что тело, найденное в сгоревшем автомобиле, не принадлежало уже похороненному всеми Клею Дэниэльсу. Это, конечно, был неожиданный поворот в деле. Он ставил новые вопросы. Куда тогда пропал Клей Дэниэльс и чье тело все-таки находилось в автомобиле? В попытке в этом разобраться, полицейские установили наблюдение за как до этого казалась вдовой, Молли. Так, 3 декабря, полицейские проследовали за Молли и ее новым парнем, Джейкобом Грегом, к ресторану, в который они поехали. Как только полицейские увидели пару в ресторане, все стало на свои места. Несмотря на теперь уже темные волосы, полицейские узнали в Джейкобе Греге, казалось, до этого погибшего Клея Дэниэльса. В этот же день пара была арестована. Да, Клей Дэниэльс и Джейкоб Грег оказались одним и тем же человеком. Поначалу после ареста пара отказывалась общаться с полицейскими. Однако, находясь в тюрьме, Клей рассказал большую часть того, что интересовало детективов своему сокамернику. Поняв, что полицейские и так знают почти все, что им нужно, Клей стал идти на контакт с полицией. Так, он признался, что причиной всей этой инсценировки его смерти было то самое 30-дневное тюремное наказание. Ведь это также означало, что его внесли бы в список сексуальных преступников. Это фактически ставило бы крест на его дальнейшей жизни. Ведь по закону, он обязан был бы сообщать всем своим будущим работодателям об этом. Вряд ли в случае он нашел бы приличную работу. Кроме того, ему теперь было бы запрещено проживать менее чем в 300 метрах от детских садиков, школ, больниц, общественных парков и тому подобному. Также, внесение в список сексуальных преступников вполне могло быть поводом для службы опеки отобрать детей у Клея и Молли. Чтобы всего вышесказанного не произошло и было принято решение инсценировать смерть Клея. Что ж, с мотивом все понятно, но что за тело было найдено в сгоревшем автомобиле? После того, как был придуман план гибели Клея, пара отправилась на ближайшее кладбище. Там они нашли наименее ухоженную могилу. В их понимании, это означало, что могилу никто не навещает. Из могилы были выкопаны останки, захороненные в ней. Это были останки некой Шарлотты Дэвис, женщины, погибшей не так давно, в возрасте 83 лет. У нее действительно был только один живой родственник, поэтому могилу редко посещали. Так вот, именно эти останки и были помещены в сгоревший автомобиль. Автомобиль, который подожгли Молли и Клей. Они подбросили в него пару вещей Клея, чтобы Молли позже опознала их на допросе полиции. Далее, после похорон, Клей все это время проживал в доме Молли. Он редко выходил из него, но когда выходил, чтобы его никто не узнал, он покрасил волосы в темный цвет, а также надевал темные очки. Перед инцидентом он заранее достал документы на имя Джейкоба Грега. Также поражает в этой истории отношение к детям. Да, годовалая дочь пары, вероятно, мало что понимала. Но как им удалось убедить четырехлетнего сына, что его отец погиб, а Джейк – это уже якобы совершенно другой человек. Молли отрицала, что она знала о плане мужа. Она говорила о том, что не участвовала в планировании этой инсценировки, что она узнала о том, что ее муж жив уже после так называемых похорон. Однако изучив ее компьютер, полицейские обнаружили в нем вирус, который фиксировал все действия Молли за компьютером, в том числе и ее поисковые запросы. Так вот, среди них в том числе были такие, как инсценировать смерть, температура плавления костей, через сколько разлагается тело и тому подобное. Также, судя по тому, что было найдено в компьютере, пара, получив страховую выплату за смерть Клея, планировала переехать в Мексику. А в их доме, в ходе обыска, была найдена та самая жидкость для розжига, которая не облили автомобиль. В итоге, Клей и Молли признались во всем. В 2005 году прошел суд. Молли была признана виновной в поджоге, осквернении могилы и мошенничестве. В итоге, суммарно она была приговорена к 15 годам тюрьмы. В 2015 году она была освобождена досрочно. Что касается Клея, то он получил аналогичные обвинения, однако вдобавок к ним, его условный срок в 10 лет за изнасилование превратился в реальный. В итоге, он был приговорен к 30 годам тюрьмы. На данный момент, он до сих пор находится в тюрьме.